Сразу 8 автомобилей столкнулись в Кустанай на трассе, соединяющей его с Тобылом. Это произошло вечером 11 октября. Причиной произошедшего полицейские города называют резкое ухудшение погодных условий. В аварии никто не пострадал, был причинен лишь материальный ущерб автомашинам. Предварительная причина ДТП – несоблюдение дистанции. По данному факту собран административный материал по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях. И случай этот не единичный. По данным полиции, подобные ситуации возникали и на внутренних городских улицах. Уже 14 октября, судя по видеозаписи, сделанной очевидцем на месте происшествия, столкновение нескольких автомобилей произошло и в Тобыли. На дороге М36. Во всех случаях, отмечают полицейские, никто кроме автомобилей не пострадал. Эти случаи, по данным полиции, никак не повлияли на статистику дорожной безопасности этого года. За 9 месяцев на территории города Косна зарегистрировано 405 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибло и 512 получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибло и 121 получили ранения. Полицейские отмечают, что в последующем гололедица будет образовываться на дорогах периодически. В связи с этим призывают водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, для недопущения роста ДТП полиция проводит регулярные рейды по выявлению злостных нарушителей. Выявлено более 300 водителей в состоянии алкогольного опьянения, также более 120 водителей, выехавших на полосу встречного движения. Намного больше приручено водителей по статье 600 Кодекса об административных правонарушениях. Это то есть непредоставление преимущества движения пешеходам. По области же только за прошедшую неделю полицейские выявили почти 3000 нарушений правил участниками дорожного движения. В том числе задержали 31 водителя, который управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Например, в Лисаковске 36-летний водитель автомобиля Митсубиши, двигаясь по улице Мангелик-Ель, допустил столкновение с деревом. Каких-либо телесных повреждений он не получил, причинен лишь материальный ущерб автомобилю. По факту ДТП полицейскими собран первоначальный материал на определение наличия алкоголя в организме. У водителя взят глубокий анализ крови.